Что для аквариумиста может быть прекраснее чистого аквариума, без зелёного налёта на стёклах? Особенно, когда его не нужно чистить самому. Да, наверное, ничего, не так ли? В этом видео пойдёт речь о помощнике в этом деле. Встречайте, Атацинклюс. Перед тем, как мы начнём изучать, как же его правильно содержать в аквариуме, давайте познакомимся с его естественной средой обитания. Это чудо-рыбка родом из Южной Америки. Чистые реки и ручьи Венесуэлы и Аргентины являются домом для этой рыбы. Атацинклюс – это название аж 17 разных видов атацинклюсов. И почти каждого из них можно встретить в продаже под названием Атацинклюс Афинис и Атацинклюс Витатус. Некоторые виды встречаются в Перу, Бразилии, Парагвае, Оренока и Амазонке. Но в целом обывателю сложно отличить одного Атацинклюса от другого. Да и уход за этой рыбкой практически одинаков. В живой природе атацинклюсы собираются в очень большие стаи. Количество рыб в такой стае не десятки, а сотни, порой и тысячи. Чаще всего встречаются у берега, в зарослях растений и среди коряг. Вода в таких ручьях и реках чистая и богата кислородом. Это важный момент, который стоит учитывать в уходе и содержании. Сом Атацинклюс Афинис относится к роду кольчужных сомов. Рыбка небольшого размера. В зависимости от вида атацинклюса, размер варьируется от 2 до 6 сантиметров. Характер покладистый и очень мирный. Хотя и бывают случаи странного поведения, но это больше исключение, чем правило. Самое главное преимущество этой рыбки заключается в том, что он является отличным чистильщиком поверхностей от водорослей. Чистит все, стекла, гроты и камни, и даже листья аквариумных растений. При этом сами растения не трогает. Даже когда остается голодным. Плюс к этому его привлекательный внешний вид. Симпатичный окрас. Конечно, есть и минусы. Самым главным минусом является его требовательность к параметрам воды. По крайней мере, в первый месяц его жизни в новом аквариуме. Поэтому я не рекомендую изводить атацинклюса новичку и детям, которые сами ухаживают за аквариумом. Но если адаптация к новому дому пройдет успешно, и подмены старой воды не менее 15, но и не более 30% от общего объема аквариума меняются на свежую не реже, чем раз в 7 дней, атацинклюс будет вас радовать своим присутствием достаточно долго. Они живут примерно 5-6 лет. Но помимо всего прочего, помните о том, что в аквариум с этими рыбками обязательно нужен фильтр, и желательно установленный так, чтобы создавалось небольшое течение, или помимо фильтра можно установить помпу течения. В очень мощном течении нет необходимости. Здесь правило чем больше, тем лучше не действует. Но и это далеко не все. Вода в аквариуме должна быть насыщена кислородом. Для этих целей можно использовать компрессор. Какой именно грунт будет в аквариуме, значения не имеет. А вот наличие живых растений в доме атацинклюса очень даже желательно. К тому же будет большим плюсом, если в аквариум поместить коряги и крупные камни, с которых он будет соскабливать появившиеся водоросли. Без обогревателя не обойтись, так как приемлемый диапазон температуры достаточно высокий от 22 до 28 градусов. Протестируйте воду. Необходимая кислотность от 5 до 7,5, а жесткость от 2 до 15. Считается, что атацинклюсы очень активны в течение дня. В целом это так. Они не прячутся и не ждут, пока в аквариуме погаснет свет. Однако они настолько скромны, что большую часть времени сидят на одном и том же месте, присосавшись своей присоской к листочку или к стеклу. Стоит заметить, что это стайные рыбки и лучше всего держать не менее трех особей в одном аквариуме. Помните, что это очень дружелюбные рыбки и для них чужда агрессия. Они не могут постоять за себя и по этой причине нежелательно их содержать с хищной и агрессивной рыбой. Неплохо уживаются с гурами, данью, гуппи, вишневыми барбусами, разборами и подобными им рыбками. Атоцинклюс интересен еще одной особенностью – своим дыханием. Если понаблюдать за его поведением, можно заметить, как сомик поднимается к поверхности воды за глотком атмосферного воздуха. Действительно, это одна из немногих рыб, которые обладают сразу двумя системами дыхания – через жабры и так называемое кишечное дыхание. Пользуются они им крайне редко, но бывают случаи, когда атоцинклюс часто поднимается к поверхности воды. Такое поведение является тревожным сигналом, который говорит о том, что подачи кислорода в аквариуме недостаточно. Напоследок стоит добавить, что атоцинклюс неплохо разводится в домашних аквариумах при желании. У взрослых особей достаточно просто определить пол. Самки крупнее самцов и, конечно же, вот самки округлой формы. Самочки не такие стройные, как самцы. По сути, если вы содержите эту рыбу стаей, они сами разобьются на пары и дадут потомство. А вот как простимулировать и ухаживать за мальком – совсем другая история, о которой нужно сделать отдельное видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова